День добрый, меня зовут Владимир, вы находитесь на канале Гарвин. Сегодня мы снимаем на станции технического обслуживания корейских автомобилей, которая называется Корея-экспресс. Год назад на эту станцию мы поставили инструментальную тележку Гарвин и набор слесарного инструмента. Спустя год мы решили вернуться сюда вновь и посмотреть в каком состоянии наши инструменты после года интенсивной эксплуатации. Поехали! Своими впечатлениями от использования инструмента Гарвин с нами поделится механик Алексей. Всем привет! Абсолютно прозрачно, честно, все плюсы, все минусы, можно смело говорить, это поможет нашей дальнейшей работе и мы хотим сделать этот инструмент еще лучше, поэтому прошу. Я вообще механик многофункционал, работаю ремонтом, звучат заниматься и подвески ходовой, всей трансмиссией, капитальным ремонтом моторов, переборкой коробки АКПП. То есть этот инструмент используется, можно сказать, почти во всех видов работ по ремонту автомобиля. Есть, конечно, минусы и плюсы, я это все расскажу, но сразу вот одно, что все механики обращают внимание, допустим, берем головку и головки надеваются на гайки, она не ударная, я согласен, но берем какой-нибудь другой производитель, я брал работу, не будем говорить об этом, одеваем на гайку и есть небольшой, небольшой люфт на гайке. И то есть всегда, когда гайка очень сильно затянута или у нее коррозия и ее не открутить, она залижется скорее всего. Тут все одевается на гайку очень плотно, то есть малейшего люфта нет. Ну, допустим, у меня, естественно, есть ударные головки, они там еще более точно, то есть там вообще никаких люфтов никогда не бывает. Трещотка тоже очень приятно работает, то есть у нее комфортное количество зубьев и на срыв тоже она хорошо работает. Как вы видите, ее использовал по полной программе, на срыв трещотку все отлично, она работает. Трещотки, вот единственное, здесь стопорящий болтик. Беру, работаю и смотрю, что у меня весь этот механизм вываливается, смотрю, болтика нет. Под машиной его нашел, пытаюсь закрутить, резьбы нет. Но это возможно, опять же, из-за того, что я вот так экстремально этим инструментом пользовался. Но ничего, потом там небольшой леркой нарезали, поправили резьбу и все закрутилось, все работает. Небольшой проворот пошел, здесь получается, пластиковой ручки. То есть вот сейчас видно, что я переключаю, вот у меня кисть проворачивается, хотя шток металлический стоит на месте. То есть вот проворачивается пластиковой. Ну, это тоже не так критично, потому что все остальное можем срывать другими удлинителями. По маленькой трещотке тоже у меня вообще никаких нареканий нет. Ну, маленькую трещотку всегда все механики используют более щадящие, потому что знают, что она никакая не срывная. Карданами, кстати, тоже вот этими очень часто пользовался, потому что в труднодоступные места. Они отлично, тоже вот если посмотреть, никакой маленький люфт у них появился, но для года работы в такой производительности люфт щадящий. Алексей пользовался набором из 169 предметов Garvin ручного инструмента, который имеет отличительную особенность такую, что две половины кейса имеет возможность разбираться, и каждую половину этого кейса можно использовать в качестве ложемента, как мы видим вот здесь. Размеры ящиков Garvin и размеры кейса совпадают. Алексей, подскажи, пожалуйста, почему некоторые головки практически новые, а некоторые, какие самые распространенные головки, какие плюсы, какие минусы? Я понял, да. Ну, вот здесь вот сразу видно, да, вот такие большие всякие шестигранники, звездочки. У нас такого не встречается, чтобы где-то что-то откручивалось. Получается, вот эти звезды у нас при обслуживании полного привода на муфте у всяких внедорожников Hyundai. Ну, что самое интересное, что раньше других инструментов не так часто пользовался вот этими мелкими битами, да, вот эти звездочки, просто крестовая. Здесь как-то что-то надо было срочно сделать, а телега удобно, к машине подкатил и делаешь. И чтобы не искать, я думаю, ну, используюсь. Тут очень удобно, что есть переходник сразу под эту битку. И все у нас отлично собирается. И тогда у меня, почему я брал тогда крестовой, потому что не откручивалось, был такой же ржавый саморез. А, вот. А трещотка очень удобно, то есть, получается, и давишь, и одновременно откручиваешь. Ну, то есть, я понял, что в этом наборе можно все пользоваться. То есть, как видите, опять же, ничего не залезалось. То есть, скорее всего, там залежет саморез. Ну, так, вот это весь тип головок, естественно, это каждый день. Турксы тоже почти каждый день используются. Ударные вот эти всякие плоские нет, очень редко. Как часто пользуешься гибким удлинителем? Насколько нравится или не нравится переходник с шаром? Да, плавающий переходник, да. Гибким вот этим вообще не пользуюсь, потому что у нас есть очень удобный, как мне. Он, получается, где-то полуметровый. Когда куда-то надо залезть, где-то уже что-то сорвал, и сверху там. Таким коротким нет, гибким не пользуюсь. Есть длинный. А вот этот, да, его даже бывает используешь как... Не то, чтобы он... Вот, чтобы головка на нем плавала. Вот про что это. Его больше используешь даже, когда нужен очень короткий удлинитель. Есть вот удлинитель ударный, короткий. Но бывают там такие места, что... Ну, головка длинная, очень длинная, короткая, очень короткая. И используешь его конкретно как удлинитель. Я попользовался, получается, свечными головками и сразу докупил магнитные. Здесь они свечные с резиновой вставкой. Резиновые вставки, как часто бывают... Ну, давайте возьмем поменьше. Вот, 16-й, да. Свечной колодец. И очень часто проблема у машин бывает, что приезжает и течет проклад клапан крышки, и получается, свечные колодцы тоже заливает маслом. Получается, ты свечку, что подкручиваешь масло, резина раздувается, и потом всегда резинка остается на свечке, в лучшем случае. А бывает, ты вытаскиваешь, свечка там с резинкой и здесь. То есть, под такое дело, вот я бы, конечно... Да, я согласен, что она стоит дороже, но это стоит своих денег. С магнитной. С магнитными никогда никаких проблем не было. Есть еще компромисс, пружинные. Ну, вот такими, кстати, вообще не работал. Резинками работал и магнитом, да. Вот здесь, получается, есть удлинитель, на который одет переходник. Переходник, получается, с одной, второй на три восьмых. А именно с одной, второй на три восьмых переходника нет. И он вот у меня отдельно тоже здесь всегда лежит. То есть, вот, чтобы вы понимали, проще. Не на словах, а по виду. То есть, такого переходника нет. Такого переходника бы тоже. Куда-нибудь, где-нибудь выделить бы место, чтобы переходник такой был. Потому что такие переходники очень часто встречаются, нужны. Расскажи свои впечатления по поводу ключей. Да, ну, здесь точно так же могу сказать, как получается и в проголовке, что выполнение очень четкое, качественное. Что также, когда надевается на головку, никаких люфтов не есть. То есть, ты можешь смело сразу все срывать. Какие-нибудь усилия применять. Не будешь бояться, что ты залижешь болт или гайку. И также ключи видно, что выполнены из хорошего материала. Потому что, когда часто им используешь, здесь начинают грани на краях зализываться. А здесь все так же четко, все осталось. Ничего нигде не залезалось. Алексей, скажи пару слов по поводу разрезных ключей. Ну, разрезные ключи чаще всего у нас используются, это 10-11. Это у нас, получается, тормозные трубки. Как видите, тоже, что он в работе у нас. И тоже никаких, ну, ничего не зализано. И еще есть такая особенность у разрезных ключей. Когда очень сильно усилие, они начинают раскрываться. То есть, здесь вот этот вот разрез увеличивается. И получается, так же появляется люфт. И тебе нормально тормозную трубку не сорвать. Здесь ничего не раскрылось. Тоже ключ прочный. Все отлично выполняет свою работу. Магнитом пользовался редко. Потому что мне удобнее магнит, который, знаете, гибкий. Под каким удобным углом. То, что вот прямой, бывает, надо куда-то засунуть, чтобы он изогнулся. Здесь такой возможности нет. Только когда в прямой видимости, и тоже все под рукой, это удобно. Но лучше бы, конечно, гибкий их могнуть. Алексей, расскажи, пожалуйста, про свои впечатления от использования отверток Garwin. Насколько они удобны. Насколько ты доволен качеством материала этих отверток. Насколько удобно, либо неудобно использоваться наконечниками с вот таким вот покрытием. Что мне понравилось? Что грани вообще абсолютно никак не зализываются. Это мне вот очень понравилось, да. То есть, бываешь, боишься, сейчас свернешь саморез там или отвертку попортишь. Но чаще всего, конечно, зализываются саморезы. Отвертки мне, да, очень понравились. Также торксы, да, тоже не страшно там где-то лезть, все откручивается. Вот этими торксами тоже я пользовался. И, как вам сказать, большие торксы, там где что-то не откручивается, у нас надо, чтобы вытянутую резьбу, обстучать. Я, грубо говоря, по этим торксам прям тоже стучал. И, как видите, тут вообще даже повреждения не видно. То есть, надо оббить какой-то болт, чтобы он легче открутился. Я прям по ним стучал молотком. И у меня потом все откручивалось. То, что ничем сорвать не получилось. Как часто ты пользовался шестигранником на отвертках? И как часто ты пользовался именно свойством этих отверток для ударных, да, как ударных? Вот, которые ударные отвертки, они у нас в прямом назначении так и работают. То есть, мы по ним, не боясь, все обстукиваем, ударяем. Допустим, тоже это барабаны. К барабанам тормозным относятся. Тебе нужно открутить, тоже там как саморез болт. И его нормально обстукиваешь. Здесь тоже ничего не боишься, все проходит. Ключом накидным мне не приходилось, потому что обстукиваешь так, что болт потом откручивается. Здесь, я говорю, вот в чем вещь хорошая, что чувствуется его прочность как раз. Обстукиваешь, не боишься, что что-то отлетит, сломается. И скажи, пожалуйста, пару слов по поводу материала рукояток, двухкомпонентных. Насколько они устойчивы к разного рода маслам, антифризам, другим каким-то электролитам. Ну, в общем, да, ко всем они нормальны. То есть, никакая ни резина у них не отходит. То есть, причем, я говорю, раз в месяц мы их обезжиривателем промываем. То есть, где-то вот такие вот есть зарубы. Но это то, что она у нас падает или, допустим, слетает, когда отвертка об какой-то металл. А так получается, видите сами, что резина не отслоилась, не вздулась. То есть, отвертка себя ведет хорошо. Алексей, расскажи нам, пожалуйста, про опыт использования шарнирного губсового инструмента от компании Garwin. Было приятно удивлен. Вообще, в принципе, когда распаковывал, что ножницы есть. Мне было удобно то, что когда новая запчасть приходит, хоп, быстренько коробочку вскрыл, коробку достал. Ну, из коробки новую запчасть достал. То есть, этим тоже пользуюсь. Ну, получается, бокорезы. Все отлично себя показали. Тоже так же видно, что мы их использовали как-то здесь на свет показать. Что края чуть-чуть пошли. Но, опять же, это пользуюсь я инструментом год в сервисе. Там, где проходит по 10 машин в день. Это очень плотное использование. Пассатижи также. Пассатижи, вот, как видите, здесь у него лифта нет. Но, я говорю, опять же, из-за того, что часто пассатижами захватываешь какой-то предмет, здесь видно тоже, что у пассатижи при использовании немного уже у них щель появилась небольшая. И то с одного края. Получается, съемник стопорных колец. Мне чем понравилось, что они очень прочные такие, жесткие. То есть, бывают из мягкого кого-то металла. И что здесь наконечники вообще никак не изнашиваются. И очень хорошо возвращается. Стопорное колецо входит, и стопорное колецо легко вытащить. Опять же, не погнулись, не сносились, не сточились. То есть, вот, вот эти вещи вообще очень позитивно к ним отношусь. Ну, такие вещи, как к электрику, зеркальце. К электрику вообще у нас отдельно приезжают. Я не пользовался в зеркальце. Да, удобно, можно одеть. Но я тоже им очень редко пользовался. Алексей, скажи, пожалуйста, что можно добавить в шарнирно-губцевый инструмент? Что нужно убрать? Возможно, нужно добавить какие-нибудь съемники колец по таким-то определенным углом или для какого-то большего диаметра. Я бы сюда добавил, допустим, то, что вот это не пользовался, в это бы пространство, я добавил бы узкогубцы. Только есть такие узкогубцы, очень длинные, с длинным носом. То есть, они бы как раз, потому что, когда куда-то глубоко надо залезть и сжать, то есть, ничем таким не достанет. Ну, узкогубцы с длинным носом у нас отдельно докуплены. По съемникам стопорных колец все ли устраивает? По диапазону раскрытия губок, по загибам? Да, вот это, я говорю, вот это все отлично. То есть, здесь удобно и, как видим, что здесь они сводятся практически в ноль. Это тоже большой плюс, потому что, бывает, зазор остается, и тебе уже кольцо-то нормально не вдеть. То есть, по съемникам вот это, я говорю, только позитивное впечатление. Что случилось с замком? Давайте, это, как говорится, кто просмотрел титры, кто любит Marvel, расскажем вам. Я был в отпуске, моя роба и ключи всегда у меня в робе лежат, и коллеги сдали мою форму, не проверив, что у меня ключи. Ну, получается, форму сдали в стирку, и ключи потерялись. Пришлось замок выбивать, чтобы работать дальше инструментом. Но тогда уж, если к этому мы пошли, тут просто можно личинку так же поменять, сюда вставить, и все опять же будет работать. Как говорится, из-за того, что работы много, руки не доходят это восстановить. Спасибо большое за твой обзор, это очень важно для нас. Именно такие отзывы клиентов, не только положительные, но и, скажем так, негативные, помогают нам развиваться, двигаться дальше и доводить комплектацию нашего инструмента до идеала. До ума, да. Ну, мне вот тоже приятно, что, я говорю, да, вы приехали, сразу спросили плюсы-минусы, что добавить, вот это очень ценно. И вообще, в принципе, спасибо вашим инструментам, приятно работать, что он не подводит. Спасибо. Спасибо.